всем бонжор друзья мои сегодня продолжение вчерашнего ролика сегодня мотоблок заводить это в другой гараж делаем кота держу чтоб он не включил на него точно же датчик срабатывает спрашивали как светодиодная лента работает вот за моей спиной вверху работа даже на котов замечательно все четенько решили вам показать буду вторую покупать что полностью весь коридор прохватал выключили свет сейчас я пройду покажу иду к калитке у нас темнота а примерно вот такое расстояние срабатывает наверное метров 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 пять датчик работает ну четыре может быть довольно видим хорошо все видно у нас вообще темно сильно темно очень все кот иди давай сюда на кота датчик срабатывает потом у меня еще стоит фонарик на солнечной батареи здесь тоже он но здесь аккумулятор стоит на не 12 вольт здесь датчик гораздо чувствительней уже так еще смеркается он уже срабатывает данный же датчик который вот здесь оператор обозначить сейчас данный датчик уже почти в полной темноте ну когда вот действительно надо лучше отрегулирован поставил я секунд наверное на 45 до 10 минут вообще чутенько и стало удобно можно смело домой заходить и все видно а то обычно с той стороны когда подходишь калитку откроешь с этой стороны закрываешь и все здесь уже темнота из-за этого сделал все видимо вот такая у нас лента просили показать данную ленту можете купить по ссылке в описании но есть способ сэкономить на покупках в интернете с помощью кэшбэк сервиса smartysale данный кэшбэк сервис сотрудничает с очень многими магазинами их тут более тысячи 100 есть широко известные площадки и такие как алиэкспресс ебейла моды а также множество других менее популярных магазинов smartysale предлагают выгодные комиссии до 50 процентов то есть покупая что-то до 1000 рублей вам может вернуться половина заказа минимальная сумма вывода средств от 5 рублей они 500 как в аналогичных сервисах также у данного сервиса есть мобильное приложение через которое очень удобно совершать покупки так что переходите по ссылке в описании регистрируйтесь и начинайте экономить с моб а мы идем дальше сижу попросили меня подобрать вентилёк для крантика полит у тебя есть товарищ фейсбуке написал вот такой кран ему подошел восемь с половиной диаметр здесь 12 и длина 32 маленький и ну сижу замеряю и вспомнил историю вчера чуть не выкинула на помойку думаю да я ребятам покажу данный чайник приобретался 2000 в том веке в общем а нет не в том тыщение не в том веке все правильно в девяносто девятом году где-то он приобретался раз я после армии пришел выплатили мне страховку страховку выплатили мне по состоянии здоровья тоже там со страховкой дело интересное долго выбивали военно-страховая комиссия или компания мусихин дмитрий александрович 2001 значит не выплатили да значит 2001 году и это покупал этот чайник выплатили мне тогда сколько сколько 37700 рублей курс доллара тогда был рублей наверно 18 15 в общем здоровенные деньги на тот момент это было страховочку мне тогда отдали потерю здоровья купил я там видео магнитофон то все и чайник вот этот я купил с паром да да и вот данный утюг истории вчера он у меня упал стоял стоял пользовался данным утюгом вообще редко думаю дай заклею принес его сюда начал пластик трубать смотри не какой пластик от времени он весь раскрошился в муку снимал снимал уже по отламу они они есть крошится полностью весь распадается данный пластик и не температура просто от времени витековский чайник ученик этот утюг кто помнит такая не знаю сейчас есть это фирма нет у нас чей-то у ее там что-то у меня все распадается в нем австриям клапан выпал клапан шарики клапана но это понятно все пойдет в помоечку видим что все вообще весь рассыпается клеить и соответственно не стал половину уже что выкинул в помойку и думаю дай вам покажу вспомнил ну да начальник вполне рабочий еще нет времени он видим что пластмасса у него такая видать использовалась плохая все она сама по себе рассыпается надо данный чайник могу отправить за ваш счет у которых кого дорогая датров кому за почта россии мама не верю клапан очки еще а так все работает вон такой утюг 20 лет он простоял даже не проработал весь рассыпался по пластику современная технология мы утюги видели для понимаем чугунная по 200 лет земли лежат на ничего не делается это уже конечно все они даже в одном в музее доставить вот эти смотрите чем не будут через 20 30 40 лет они сами по себе все распадутся ты у нас к логическим пластиком однако историю хотела рассказать среди третий раз я снимаю все звук у меня микрофоны портят все пойдемте в гараж не помню на домкраты там же стоят пойдем посмотрим сейчас земля-то спучилась сырая не открыть я думаю не открыть еще и снег туда надо разгребать вот один от зала ее здесь по моему вот это вот куда-то пошел как выезжать бомб сломаешь сейчас не сломаю тузик бежит иди сюда ну что тут у тебя так здесь зачем у нас его может тоже пюлик на было напилить кто же хотел тоже хотя надо домкрат поставить здесь подойдет не подсунешь его туда сейчас подниму выключи пока что нам подкова бросил запросил подкову пришли у тебя за 100 рублей куплю у нас одна доставка до москвы обойдется нам рублей 350 я не буду заморачиваться с этим подковами за эти сами может быть продам а может не у нас много здесь меня подковых в том гараже подковой мы раньше в черме сдавали сейчас оставили самый хороший выбор еще в домкрат есть один его они речны вот пришел вот так подожди сейчас я приподниму здесь где и передок мы здесь на домкратах но каждый год здесь там домкрат оставляю тоже не сильно ослаблю пружины квадро цигает будет следующий год продаваться у нас за 200 тысяч рублей 200 ниже чуть-чуть рыночной себестоимости специально для зрителей канала по блату к нему будет куча генераторов квадроцитики запчасти и море все на вью кто будет покупать упадет в уморок все смотри покажи сзади себя это старые амортизаторы стоят один потек у меня я купил новый комплект все на вью вообще здесь все стоит у меня пыльника вот таких по кругу лежат комплект целый я специально покупал у меня лежит реле регулятор новый вот такой лежит у меня помпа новая лежит здесь которая у меня лежит в общем все только нету у меня даже этот шурс есть запасной даже палка есть к нему запасная куча подшипник у меня все есть и все новое между прочим здесь стоит так сейчас мы сам передов еще поднимем и с мотоблоком будем все все покажем иди поможешь я не знаю подлезет и здесь подлезет хуй вот здесь а здесь есть нашу делать ванки печать сейчас я приподниму а ты кирпич еще боком засунешь давай бедом без домкрата просто на кирпичи где-то у меня тут еще есть я буду светом юлечка снимать на держи за камерой смотри дальше вариатор и лежит новый от квадроцикла и давай заведем заведем так покажи хотя давай я может на свою покажу если у нас крантик открываем воздушку открываем в тот раз я все сделал этот рычаг я забыл зачем аккумулятор мы сняли дальше включаем зажигание включаем собачку и делаем он вроде все юлечка сейчас я буду дергать что-то не то делаю погоди вспомню это выжил это выключено это включено газу и есть не помнишь я не ездила на нем я не знаю как он включается так что прокатимся давай я прогреться немножко какую сторону поедешь не знаю выехать никого Сейчас в двери не едет. Правее! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова У Юлечки камера зависла. Обратно включим, можно ключом, аккумулятор убрал на зиму, но и видим, без аккумулятора ездит. Ну как, можешь прокатиться? У меня тут с теплением не надо забрать, с переключением скоростей. Вот это у нас, пропускает что ли, бензин немножко, фильтр. Вот это я не помню, что такое, это, это, это у нас по-моему, по-моему, по-моему газ сильнее, меньше, здесь газовать. А, да, чтобы это не ходить точно. Это фильтр? А, нет, вот это фильтр, а это выхлопная. И все, модель у нас 192, 17 лошадей. Ну такой мощный он. Видим, все четенько, редуктор перебирается, на прокладке стоит, можно целый трактор собрать при желании. Есть даже номерной нот-знак на двигателе. Они что-то раз номер искали, да, не могли найти, вон он. Свини тогда не нашли. Есть у нас пускач, видим, есть освещение. Все четенько. Самая мощная линейка из китайских тракторов. Можно пахать. Что ты говоришь? На поселок поедешь? Нет. Я так проверил его. Есть тормоза также задние, но он, в принципе, по инерции останавливается. Тут более не разговорились. Четырех клапаны, видим, масло можно заменять. Масло у меня еще на покатке. Никуда я сейчас не менял. Там ездишь 20 часов, по-моему, по инструкции. Потом меняешь. Пока нигде ничего не менял. Все на ее стоит. Купил, по мере возможностей. Здесь видим герметик. Даже сделали. Здесь привода. Можно сделать всякие навесные. Купить этот снеготвал и будет чистить. Да? Здесь у нас есть подножка. Ставить его. Если чего. А, это быстро, медленно, вот это. У меня сейчас стоит медленно. Видишь, черепаха, это быстро. И все, давайте опять заведем. Ой-ой-ой. Поехал я в гараж, заезжаю. Походи. Смотрите, еще масло есть в редуктора заливаются. А где сливаются, такие не поняла. Не знаешь, где меняется масло. А, вот, сливная пробка есть, ребята. Сливная пробка, все по уму. И в редукторах тоже масло заменяется, видим. Трансмиссионка свольется. Все, нигде ничего не сифонит. Все четенько видим. Все разборное, ремонтопригодное. Все разбирается. Залейте достаточно масла перед запуском двигателя. 1 литр. 1 на 1 литр заливается по этому. Сейчас посмотрим, у меня масло как раз есть. Ну, здесь тогда, да, вон он полный. Она еще прозрачная, вообще масло. В долгом он у меня не ездил, стоит. Ждет своих очередей для сельскохозяйственных нужд. Коллектор посмотрим. Видим карбюратор без подсоса. Здесь у нас колпачок свечи. Интересно, достаточно сделан герметизационный. Здесь клапановая крышка регулировать. Коллектор немного подржавел. Но все ремонтопригодное, все обслуживается. Можно разобрать, слить грязь, почистить. И погнали дальше. Ну, как тебе, Елечка, техника? Педали очень. Педали, она здесь для сельхоз задача была. Я ее убрал, здесь рычаг был. Еще одна была? Отломился. А вторая педаль для тормозов. А здесь подвеску делают. Какие это? Металл, видите? Говеный. Это наши штампуют уже не китайцы, их на каком-то заводе. Где название может есть? Это название. Это у нас тут халтуру эту делают. Можно их нажимать? Нет, они мягенькие все. Тормоза есть, все есть. Да. И у меня тут тележка еще прицепляется, сзади есть. Там стоит в гараже. И все, можно тут хоть что и сделать. Просто не страшно. Только надо, мне кажется, что-то подкладывать. Подушечку. Подушечку, ладно. Давай я загонять его буду. Давай я поеду. Тебе не заехать? Внимо гаража. У тебя он вырвется. И все, избегайте пролива топлива при заправке. Не использовать в закрытых помещениях. Сбегайте окислов каких-то. Почитайте инструкцию. Крылышки. У меня еще наставка на крылышки есть, если быстро ездить. Так, все, я поехал. Давай заводим, Юлечка. Ты встань сюда, как я заеду. Давай быстрее, а то у меня батарея. Сейчас вырезается опять. Я опять эту штучку не нажал. Ааа. Еще как у меня вообще. Это я тут сейчас залазим. Ты нажимала тут. Юлечка тут понажимала уже все. Да. Готово. 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 Сюда и гвинка еще чутенькая. но так хорошая тихо щитима такая у меня виде квадроцик есть два даже квадроцикла да и сельхоз работы все в основном на квадроцикле делаю этот бран был для пашки но для пашки у нас тут заехал нынче на копе был не успел поймать трактористов бабушкин тут пахал тоже надо было спахать что весной может если его поймаем или опять будем на этом работать мяку к нему есть есть шнеки в в комплекте идут есть тележечка вот там стоит пойдем или покажешь следом может рыхлить им хорошо покажи что там тележку мою для него есть тележечка я не видела кстати вот такая видим что слышал он все прицепляется это не будет делаться на колесиках таскать можно что вещь расход минимальный и все покупался покажи рекламу сделай стройбате авторизированный центр местный центр говорят плохо делать не знаю как но у меня там кто-то сказал комментариях еще не отдавал ремонт ничего обычно на гарантии сколько мне используется надо очень проблема возразовалась прокатились подожди опять пипетку провернула и меня сейчас так нельзя оставлять мне сейчас надо будет раскрутить опять коллеги у моей опять геморрой лишний мы сняли колесо вот она пипетка я проще сделаю погоди чуть-чуть еще есть пройдет нам не надо будет разбирать колесу вот и все вот и на пипетка фиксировать надо чтоб не прокручивать надо накачать очень плотно и все вот так и перед работой чуть нас колпачок сломался перед работой эту пипетку надо просто по-хорошему по мануалу накачать на полторы по моему ли две атмосферы как нет ну да и она просто у нас оказывается они прокручиваются просто она тогда вот так оставляем пойдем колесо накинем обратно и уже к ездить не будем а осенью мы с тобой весной накачаем его по-нормальному давай накидывай там что-то не вот и нас отключить повесим его на место вешаться ну легко шплинтуется и все вон и все но по подождите поближе оператор как его зашплинтовать колесико здесь есть технологическое отверстие есть шплинт с другим технологическим отверстием мы с тобой знаешь так и оставим на этом на весу пожалуй пусть висит пусть будет и все готово и в следующий раз мы его накачаем здесь чего на все мы поставили на выход будем закрывать квадроцикл вывесили на этом покатались на мотоблоке вот такие мотоблоки не знаю проблема с накачкой колес уже второй раз пипетку проворачивать накачивал но сдуло понятно холодно наверное просто давить посмотреть по мануалу сколько и все а так ничего ездить и колпачок был сломан наверно через пипетку опять пропустила через этот ниппет ну все техника у нас опять подготовлена к зиме пойдем мы возвоясь и у нас между прочим обед а солнце смотрите выше горизонта не подниматься она вот так проходит и сразу же в три часа уже уходит все самое таки она надо этот балку еще убрать сейчас мы уберем балочку и все ладно всем пока увидимся пойдем мы по делам так Продолжение следует...